Поскольку они были вмонтированы в потолок фойе Эрмитажного театра, значит, это Триумфилотеи, Суд Бориса и Вахищение Европы. Сейчас их там заменили копиями, а они реставрировались и были в фондах, но из-за больших размеров их не выставляли. Вот сейчас удалось образовать ударную стенку, где они все присутствуют. Это же Алматиса? Да, да, да. А как изменилось восприятие картин за счет того, что они предполагались в другом возрасте? Ну, в принципе, они, в общем-то, станковые картины были, поэтому их туда зря засунули, так сформулировано. Они, скорее всего, предполагались для каких-то больших залов, так сказать, картинные галереи, может быть, шпалерные развески. Так что то, что мы здесь имеем, это, наверное, ближе к тому, как они планировались. Но Лука Джордано, как известно, был неаполитанец, но, кроме того, он всю Италию съездил, везде имел заказы и славился тем, что работал с невероятной быстротой, назывался «Фарпресс», что делает быстро. А начинал он как последователь Хосе Периберре. И вот справа тут еще его ранняя картина, которая изображает самоубийство Катона. Так что вот это... Ну, для того, чтобы показать, насколько он был разный и не похожий на себя художник, не всегда похожий на себя художник, а иногда он сознательно имитировал каких-то других мастеров. Сейчас выпустили очередную, несколько лет назад, книгу про него, так она уже в трех томах, потому что создало огромное количество. И у нас, в принципе, его замечательная коллекция, только что-то вывешено в большом просвете, а что-то вот... А что-то вообще не вывешено. Ну и в числе прочего он тоже работал в Венеции. И вот тут две картины венецианского художника, уже уходящего в XVIII век, Джованни Батиста Петтони. Это тоже две картины серии в четыре картины. Значит, редкие сюжеты. Это Дидона при основании Карфагена. Значит, ей выделили место, сколько занимает шкура быка. Она ее разрезала и тем самым, так сказать, увеличила свои владения. И дальше смерть царя Кандавла. Это царь, о котором рассказывает Геродот, если не ошибаюсь, что он... Ну, которого, в общем, убила жена и его любимица. Да, ну, история такая, что картины были куплены Екатериной. Одну, вот две мы имеем. Третью Николай I, к сожалению, продал в свое время. И четвертую тоже мы ей передали. Так что так было бы очень изящно вывесить. Все четыре, да. Откажите, пожалуйста, вот цвет зеленый зала, он как-то... Ну, знаете, это... Или это случайно? Дело в том, что мы, когда эти залы красили, мы не думали о том, что будет, и наоборот думали, что тут будет что-то другое, и поэтому их красили в разный свет, с тем, чтобы... Поэтому это случайно, где-то это удачно получается, и где-то это не очень. То есть вы перекрашивали не из-за того, что менялся объект? Спасибо.